Сегодня рынки торговались под впечатлением поступающей статистики. Причем ни рост ВВП в экономике мира номер один, ни отчеты об уровнях потребительского спроса у номера третьего в этом топе не совпали с ожиданиями. А если добавить к этим сюрпризам нервозность по поводу возможной интервенции на валютный рынок тоже номер три, но теперь уже бывшего, то легко себе представить, какие волатильные графики мы сейчас увидим. Если вы являетесь нашим постоянным зрителем, то расшифровать эту маленькую шараду-загадку, конечно, смогли бы без труда. А новички, которые присоединились к обзорам инстафорекс недавно, тоже сейчас быстро во всем разберутся. Итак, и валюта, и экономика США на сегодняшний день являются бесспорными мировыми лидерами, то есть номер один. Поэтому американский доллар доминирует на валютном рынке, на рынке Форекс, а производство и потребительский спрос в США настолько оказались устойчивы к агрессивным монетарным настройкам, что даже появилось мнение об американской исключительности на фоне других крупных мировых экономик. И, скорее всего, пока остальной мир не начнет превосходить США и пока ФРС не определит более четкие горизонты для начала смягчения политики, рынку действительно будет трудно сплотиться против доллара. Однако похоже, что ситуация в США все-таки далеко не такая неуязвимая, как это виделось раньше. Например, опубликованные сегодня отчеты о ВВП показали, что американская экономика начала понемногу снижать темпы роста и в первом квартале этого года прибавила только 1,6%. Для сравнения, предыдущий показатель составил 3,4%, а прогнозы ожидали подъема на 2,5%. При этом важный для ЦБ США показатель роста цен или дефлятор ВВП наоборот увеличился на 3,1%. При этом прогнозы были выставлены на линии 3% ровно. То есть мы видим, что в США экономика слабеет, а инфляция растет. Так что доллар после довольно резкой распродажи на фоне слабых показателей по деловой активности в начале этой недели опять поднялся на волне более агрессивных ожиданий Федрезерва США. Его цена по индексу к 6 валютам-аналогам торговала сегодня на бычьем импульсе в границах 105.50 и 106.00. Но при этом стоит все-таки учесть, что длинные позиции по гринбеку не являются такими уж пули непробиваемыми. Достаточно вспомнить, какие потери понес американец к евро и фунту, когда они подскочили на оптимистичных данных о деловой активности в еврозоне и Великобритании. Кстати, сегодня ведущая экономика Единой Европы тоже показала позитивную статистику. Индикатор потребительского климата в Германии вырос к маю на 3,1% и вышел на уровень до 24,2%. А ожидания доходов выросли до максимума с января 2022 года. Для сравнения также опубликованные сегодня данные по настроениям потребителей Мичиганского университета в США упали до уровня 77,9 пункта. И эти цифры оказались значительно ниже прогнозов 79 пунктов. Стоит иметь в виду, что американцы в основном воздерживаются от суждений об экономике. По их мнению, на ее траекторию могут очень сильно повлиять предстоящие в этом году президентские выборы. А на валютные пары индекса доллара влияют не только настроения внутри одной страны. Например, вчера он поднялся выше уровня 155 иен впервые с 1990 года, да и сегодня японская пара продолжает расти. В результате иена достигла нового 34-летнего минимума по отношению к доллару и 16-летнего минимума по отношению к евро. Похоже, заседание Банка Японии по политике, которое завершится в пятницу, должно быть достаточно агрессивным, чтобы поддержать свою валюту. Однако это вряд ли произойдет. Собственно говоря, японские власти оказались сейчас между молотом и наковальней. Если они не вмешаются, прорыв уровня в 155 может вызвать наплыв спекулянтов. Ведь рынки практически онлайн мониторят ситуацию в ожидании японской интервенции. С другой стороны, покупка иены на Форексе будет иметь краткосрочный эффект. А пока перспектива сохранения низких ставок в Японии и ожидания отложенного начала снижения ставок в США продолжают оказывать давление на иену. Что касается валютной пары евро-доллар, то она сегодня тоже торгуется в тренде, то есть с повышенной волатильностью. Курс евро несколько выиграл на сильных данных из Германии, пробил важный уровень сопротивления 1,07 и продолжил торговаться на восходящем импульсе в границах дневного диапазона 1,0680 – 1,0740. Если единой валюте удастся закрепиться по итогу дня на взятой высоте, это может указывать на продолжение бычьего влияния по паре. В таком случае наши аналитики допускают поэтапный рост стоимости евро. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривает последующее формирование боковой амплитуды в диапазоне 1,06 – 1,0700 за доллар США. Похоже, будущая президентская компания в США добавила нерешительности и настроения на Уолл-стрит. Но, скорее всего, такое тотальное неприятие риска на фондовом рынке можно объяснить неутешительными отчетами о доходах американских компаний за первый квартал. В результате индекс S&P 500 потерял вчера 0,8%, а сегодня его цена продолжала идти вниз внутри дневного диапазона 4,990 – 5,020 пунктов. Фьючерсы на нефть Brent, в отличие от остальных активов, попытались сегодня стабилизироваться в районе 88 долларов за баррель и даже наметили рост к верхней границе диапазона 87,30 – 88,5 долларов за баррель. Однако сбыться этим планом пока не удалось, хотя в целом цены на нефть настроены на некоторое давление со стороны покупателей. Во-первых, все поставщики готовятся к летнему сезону. А во-вторых, учитывая недавнее резкое сокращение запасов сырой нефти и почти самый низкий за год уровень ее запасов нефтеперерабатывающие заводы могут повысить свои цены. Кроме того, геополитическая напряженность и низкие запасы нефти в США должны будут включить бычий сценарий до черного золота. В таком случае его котировка вполне может подрасти до уровня в 90 долларов. Однако не стоит забывать, что основным рычагом воздействия на цены по-прежнему считается информационно-новостной поток. Интересно, в этом плане ведет себя цена на золото. Она отряхнулась от консолидации и поднялась в район 2345 долларов за унцию. Во время американской сессии золото продолжило держаться в зеленой диапазоне между 2316 и 2358 долларов за тройскую унцию, выполняя, скорее всего, роль безопасного актива убежища. А что касается валютной пары доллар-рубль, она попала под давление продавцов. На это указывают интенсивный коррекционный ход от локального максимума восходящего тренда. В качестве поддержки служит уровень 92, в районе которого наблюдается сокращение объема коротких позиций. Удержание цены ниже этой линии может привести к укреплению доллара. Стоит также учесть, что сегодня Банк России определил новый лимит на балансовые открытые валютные позиции банков. Сейчас они будут составлять 50% от капитала. Кроме того, регулятор установил официальный курс доллара США в размере 92,13 рубля, по сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,44 рубля. Наши эксперты оперативно на них ответят. Благодарим за внимание и до встречи!